Давно уже понятно всем, боже мой, давно, века как понятно. Какой народ нужен тирану? Тирану нужен народ, конечно, необразованный. И заметьте, то чудовищное падение образования, которое в России началось гораздо позже, вот уже там в 90-е, а в Америке оно началось в 60-е, в Европе оно началось в 60-е, и в результате недоросли, которые вообще ничего не понимают. Вот они что-то учат, но умными становятся, но несколько процентов, которые, несмотря на способности и энергии, позволяют. Прочие, они вообще не представляют ничего. Народ нужен какой еще? Беззащитный. Я думаю, что очень многие, а возможно и все, задавались и задаются вопросом, что происходит в России с правом на самооборону. Это же совершенно обычная история. То есть на человека нападает бандит, который сейчас его убьет. И вот этот человек, который ранее к судимости, в никакого отношения, убивает этого бандита, ни хрена он легко не отделывается. Первое желание его надо посадить, потому что раз есть убитый, значит и есть убийца. Раз есть убийца, пустить его по статье и посадить. То есть истории, когда в дом к сию человеку, семейному, жена, дети, врывается бандит, и хозяин его убивает. И потом зал заседаний судебных рукоплещет судье, который вынес оправдательный приговор. А мог бы и дать 8 лет, как просил прокурор. Это что? Это народ должен знать, что он беззащитен. Он не должен даже сопротивляться. Ну, перебьют, перережут какое-то, ну, в общем, незначительное количество своих граждан. Но зато, если к ним ночью придет патруль, или тройка НКВД, или следователь с понятыми, они будут как бараны. Вот чеченцы не будут, дагестанцы не будут, а русские и прочие, татары с евреями, будут. Вот такими они должны быть, беззащитными. Они должны быть разобщенными. Никаких вот этих вот движений, каких-то русских маршей, фондов борьбы, да вы все, с ума сошли. Вы должны быть все поодиночке и слушать то, что вам дадут. И они должны быть оболванены. Они не должны сметь иметь свое мнение. Пропаганда сказала, ответили есть. Сказали слово война нельзя, нельзя. Сказали слово мир нельзя, нельзя. Вот это вот и тирания по сегодняшнему российскому. Чтобы никто не думал, что только в России. В Америке и в Европе присесть за некоторые вещи легко. Это уже 30 лет, да, почти 30 лет назад писал в одной из своих парижских книг Анатолий Гладилин, что можно убить мэра и быть оправданным. Ну, потому что ты зеленый, а мэр не заботился о чистоте воздуха, а ты человек нервный, был на учете, и ты его пристрелил, и тебя оправдал. А можно сказать человеку публично несколько слов, и эти слова будут чистой правдой, чистой. Они будут касаться его сексуальной ориентации или его расовой принадлежности, и тебя могут укатать на двадцатку за эти твои слова. Вот, вот это все сегодня. Это что касается синдрома высокого мака. Вот тебе поставили барьеры, вот тебе срезали головы сверху, и не высопываться. Это сегодняшняя жизнь. Мы говорили о том, что демократия давно кончилась, наступила эра пост-демократии. Вот декорация. Демократия осталась, а все содержимое давно сгнило и выдуло ветрами. Такая вот история. Если кто-то думает в каких бы то ни было направлениях, фондах, сайтах, сериалах и так далее, что Путин – это случайность, это не случайность. Нисколько. Почитайте, что думал человек умный Александр Зиновьев. Его можно обвинять в том и всем, кого угодно, никто не идеал, но то, что Зиновьев был умный, вроде никто не отрисал. Что только при диктатуре может существовать Россия как целостное государство, а иначе рассыпется к чертовой матери. От себя добавлю, сочетание огромных территорий, разных народов, бессмысленностей, многих вот этих вот связок между этими народами и между окраинами центров, не может существовать без насилия. Сделать хорошо всем невозможно. Или будет нечто вроде диктатуры и цельной России, или будет демократия, но тогда на разных государствах, на которых Россия развалится. Третьего не дано. Вот, можете почитать, послушать Владимира Буковского, мудрого человека, который знал, что говорил про Россию. Так что положение, в котором сейчас находится Россия, с точки зрения высунулся и голову состригли. Покуда в основном в переносном смысле, но иногда уже и в прямом. Это все совершеннейшая закономерность и это в природе, в социумах, в обществе человеческих, ну и отдельных человеков. Так что быть высоким маком это, конечно, приятно, почетно, престижно и так далее. Но если вас выгоняют вон, мажут дегтем и прочими жидкостями, столь же черными, но более вонючими и так далее, и так далее, то знайте, что так устроен мир и в этом нет ничего противоестественного. и так далее. Продолжение следует...